МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позвольте представить у участников сегодняшних теледебатов. Представитель Алматинского областного филиала политической партии АДАЛ Дамир Холбекович Барамбаев. Нуротан партиясының Алматы областық филиалы өкілі Апсиметова Алия Маратковы. Представитель Алматинского областного филиала Демократической партии Казахстана Ағжол Мерас Шинасилова. Аул Халықтық Демократиялық Патриоттық партиясы Алматы областы бойынша Алмақтық филиалының өкілі Бекиев Канат Ботайлы. Представитель Алматинского областного филиалы Народной партии Казахстана Саулет Тасхынбай Казы Бигарова. Құрметті қасушылар, пікір сайысымызды бастамас бұрын, осы бағдарламаның форматымен таңстыры бөтейік. Бүгінгі пікір сайыс үш раундтан тұрат. Алғашқы раунд – пандемия кезіндегі Алматы облысының экономикалық дамуы проблемалар мен перспективалары атты тақырып төңірегінде болады. Сіздер әр қайсыларыңыз осы тақырып төңірегінде өздеріңіздің ой пікірлеріңізден бөлісілеріңізге болады. Одан кейін бір-бірлеріңізге сұрақ қойып, қойылған сұраққа жауап берестер. Екінші раунд Алматы облысы тұрғындарының әлі ауқатын арт-тұру жолдары тақырыпында өтет. Бұл тақырып бойынша да өздеріңіздің пікірлеріңізді ұртаға саласыстар, ұсынстарыңізді білдіріңізді білдіріңізді және. Екінші раундтым соғында жүргіз үшлерден бір сұрақ болады, соған жауап берестер. Аз сұрақы, үшлерден әлі ауқатын әлі ауқатын әргізді үшлерден бір сәлі үшлерден бір сүлді үшлерден әлі ауқатын әлі ауқатын әлі. Итак, позвольте вас познакомить с форматом проведения теледебатов. Программа состоит из трех раундов. Первый раунд посвящен теме «Экономическое развитие Алматинской области во время пандемии, проблемой и перспективы». Здесь каждый участник будет делиться своим видением дальнейшего экономического развития региона в условиях пандемии. Затем оппоненты задают друг другу вопросы и, соответственно, отвечают на эти вопросы. Второй раунд посвящается теме пути повышения благополучия жителей Алматинской области, пути повышения социального благополучия. Здесь также каждый из вас делится своим видением, своими программными установками в отношении именно этой темы. Затем каждый из вас отвечает на вопросы ведущих. В третьем раунде каждый участник в теледебатах имеет возможность обратиться к телезрителям. В третьем раунде регламенте хабар барысында түсіндір ботырамыз. Бүгінгі пікірсайсы қатсы ботырған азаматтарын сөйлі ретін бегілі үшін біз осы хабарға дейін алдынала жеребе өткіздік. Оған Аймақтыл Сайлау комиссиясының арнайы өкілі келіп қатсысты. Сол рет бойынша қазір сіздер сөзі ал ботырастар. Келесі турларда біз керсінші ретпен түрботырамыз. Порядок выступлений сегодняшних участников определен в результате проведенной жеребьевки с участием представителей избирательной комиссии. Значит, в первом туре партии будут выступать в следующем порядке. Первым выступит представитель Алматинского областного филиала политической партии АДАЛ Дамир Калабекович Барамбаев. Екінші болып, Народан партиясынан Апсиметовы Алия Маратковы сізолыз. Третьім Мираж Шинасилова представитель партии Ағжол. Төрніші Бекиев Канат Бутаевлы аул халқы демократиял патріот партиясынан. Пятым будет представитель Народной партии Казахстана Бегарова Сауле Таскинбаевна. Курметті қасушылар түшінді болса, бірінші раундті вастайык. Құрметті қасушылар, сонымен бірінші раундті бастайық. Бұл раунд екі турға бөлінген. Бірінші раундтің бірінші турында жоғарда айтылған пандемия кезіндегі Алматы облысының экономикалық дамуы, проблемалар мен перспективі олары деген тақыртта өз баяндамаларыңызды ұсынсаңыздыр болады. Қайтілді сөлейімдесеңіздер де, өз ерктеріңізде, ең басты сіздерге берілген барлыңызда бірдей 90 секунд. Содан аскеттіңілеріңіз өтінеміз, және тақырттың шенгерінде сөйлесеңіздер. Егер басқа тақыртта сөйлесең болсаңыздыр, біз сіздерің тұқтатуға мәжбір боламыз. Бүсін күшіңіздер. Первый раунд наших теледебатов называется «Экономическое развитие Алматинской области во время пандемии, проблемы и перспективы». Вы будете обсуждать основные тенденции экономики области, делиться своим взглядом, своей позицией, своим видением, знакомят со своими программными установками. Ну, выбор языка, конечно, произвольный, но хронометраж каждого выступления определен ровно 90 секунд. После истечения этого времени микрофон будет отключен. Также, если выступление не будет соответствовать заданной теме, мы будем вынуждены вас остановить без компенсации неиспользованного времени. Продолжение следует... 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 Я оставлю отмерзу. До сих пор испытывают экономический стресс аграрии, которые вначале остались без поливной воды, затем из-за бюрократической волокиты на блокпостах не могли попасть на свои поля. Сегодня мы имеем высокие цены на все виды сельхозпродукции. Пришло время исправлять совершенные ошибки. Экономика должна служить народу, а не обслуживать интересы групп олигархов. Для этого необходимо прежде всего обеспечить общественный контроль над природными и земельными ресурсами, а получаемую от них прибыль использовать на благо населения. Поэтому в основе предвыборной платформы Народной партии Казахстана это построение социального государства как нового стержня развития Казахстана, изменение экономической стратегии под современные реалии, обеспечение прозрачности работы правительства и ориентированность его на конечный результат. Спасибо. Мы ознакомились с позицией по вопросам экономики и теперь переходим ко второму туру к вопросам и ответам. Продолжение следует... В этом туре будем обмениваться вопросами. Каждый участник задаст только два вопроса и ответит только на два вопроса. Согласно регламенту, на то, чтобы задать вопрос, вам дается 20 секунд, а на то, чтобы ответить, у вас есть 90 секунд. Продолжение следует... Уважаемые участники, хотелось бы напомнить вам о том, что сейчас нас смотрят телезрители и на самом деле ждут от вас высокой культуры полемики и дискуссии. Поэтому давайте будем взаимовежливы. И еще для удобства вопросы будут задавать и соответственно отвечать после удара гонга. Продолжение следует... 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 90 секунд. Первым будет выступать участник, который последним задавал вопрос на предыдущем туре. Итак, начинает второй тур Народная партия Казахстана. Саулета Скинбаевна, вам слово. Народная партия Казахстана видит перспективы развития экономики нашей области. Во-первых, это развитие аграрного сектора и перехода, развитие реального сектора. Потому что мы знаем, что экономика должна переориентироваться от сырьевой направленности к развитию реального сектора. Это и как в АПК, так и в промышленности. Поэтому мы будем придерживаться этой политики и реализовывать, стараться поднимать эти вопросы на конкретных деловых площадках. Необходимо кардинально изменить реформу налоговой системы. Я считаю, что на сегодняшний день налоговая система несправедлива. Нами предлагается введение налога на роскошь. Потому что, как мы знаем, что основной сектор это средний и малый бизнес. И если самозанятый человек, который вырастил небольшой урожай на своей площадке, или же реализатор, или небольшой бизнесмен, работодатель, средний бизнес, он платит 10 процентов. И крупный олигарх тоже платит от своей прибыли 10 процентов. Мы считаем, что это несправедливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... сомнен катар ягод на елм издей жанра куба лалы ана мертебесын а си артур солы жангадан туалом бала оси сатотоланга дейн алиметик тюлен тюлеу бада лама мазар соным беру кулаке отырмыз ултты кундук тарымыз бар жану ягундук тары сонмен осы мәселенин бәрін көтері отырп солы еле-кономисыр үс-қосады деген ойымыз бар алматы облысына следующее слово предоставляется партия ахжол мирас шина силова вам слова рахмет барлығымыз білеміз біздің облысымыздың алиметтік және саяси өсуіне өте көп жаңағы мүмкіндіктері бар бұл мүмкіндіктердің бәрліғымыз пайдаланымыз керек біріншіден біздің облысымыз трансшекаралық аймақ қытаймен жақын жерде орын аласқандықтан сөз жерден үлкен білеміз бәрліғымыз европы шығыс европы және шығыс китай жолы дәлізі салынған осы ретте сол жерді сол жерді жұмысы реттелесе біздің облысымыздағы біраз деген кәсіптерлердің пайда табу көздері өте үлкен рол атқарып тұр сөз жерден сұдан кейін мәне қазір мақыслерді айтып жатырға ауыл шаруашылығы ауыл шаруашылығында тек қана ауыл шаруашылығын өнімдерін өндіріп қана қоймай соларды өндеу заводтарын шағын болса да заводтар салып сұртқа тек қана дайын өнімдемес өнделген өнімді шығарсық біздің облысымызға одан түсер пайда өте көп болатын еді бірақ жылға жоқ қан қызылшасы өсіліп жатыр сол қан қызылшасына қазір өте көптеген субсидия бөлініп жатыр біз оны қолдаймыз бірақ қолдай отырасу өндірілген қызылшаның жидерде қалпқамай өнделіп қалққа тиісті уақытында берілсе бұның барлығы өлкен өзіміздің облысымызға деген жақсы еңбек болатын еді Да, послед б则 көп онышлад өгеек түзде үлкен өзімізгзе өлің сүлкен еқіргең өзімізді біт kaақ. Как жительница села и сама мать девятерых детей, меня очень волнует данная тема. Во время пандемии партия нөр өзімізді 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 өзімізді, что своевремен прирінағы中共 қойтын өте ван селению страны. Лидер партии Ельбасы Нурсултан Абишевич учредил фонд Безбергемес, в рамках которой членами партии Нур-Отан были доставлены продуктовые корзины Палматинской области. Более 26 тысяч семьи. Также 44 тысяч человек получили 50 тысяч тенге. Касательно обеспечения и развития социального благополучия жителей края ЖТСУ, Нур-Отан до 2025 года ставит задачу. Улучшение качества здравоохранения. Для этого будет построено 72 объекта здравоохранения. Улучшение качества образования. В области планируется строительство 80 новых школ и 25 детсадов. Создать условия для массового спорта. Создание равных возможностей, в том числе адаптации 420 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Создание единого портала социальных услуг. Увеличение охвата детей с инклюзивным образованием до 15 процентов. Я считаю это очень важные аспекты и конкретные цифры, конкретные задачи, которые будет выполнять партия Нур-Отан касательно данной темы. Завершать этот раунд будет партия АДАЛ. Дамир Колыбекович, вам слово. Завершение 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 Какая сфера требует реформы Алматинской области? 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 Хотелось бы сказать, что каждое решение партии, каждая программа партии Нур-Отан – это и есть реформа. Впервые в предвыборная программа партии Нур-Отан детализирована. В области утверждены одна областная, 17 районных, 3 городских предвыборных программ. Это позволит нам обеспечить эффективную реализацию поставленных задач на всех уровнях, в любой точке области. Будет решена проблема трехсменных школ. У нас в Алматинской области их 48. Полностью решим вопрос с питьевой водой, центральным водоснабжением. Это полтора миллиона людей в 705 сел. Строительство газораспределительных сетей – это 99 населенных пунктов. Обеспечим жильем, вот вы сказали, 2985 социальных уязвимых слоев населения и 5309 многодетных матерей. Ремонт аварийных домов будет. Сейчас эта проблема очень сильно поднимается. У нас их 3566. Из них в 80 домам будет капитальный ремонт. Будет построено 72 объекта здравоохранения. Туризм, как я уже до этого говорила. Будут новые ВЕСТ-проекты поддерживаться. То есть это вот в 8 районах планируется и в 2 городах. Зарплаты – 134 рабочих мест будет создано. Вот. Будем поддерживать предпринимателей и всех. Продолжение следует. Область будет. Всяuale-стофель. Сейчас мы должны остановить. Время, истинные назначения, украинские, ведущие поздоров по 25 году, населения, объемы. В этом году в области области будет предназначение. Продолжение следует... Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...